всем привет микрофона на него добро вы на канале быстро пока в этом видео я вам расскажу как я менял свой ноутбук на новый у меня был ноутбук иисус это было достаточно такой средний бюджетный ноутбук в 2018 году его покупал вроде бы и там у меня стоял процессора и 3 то есть довольно такой слабенький ноутбук можете посмотреть характеристики я прописал и я его решил заменить на более новый ноутбук я долго выбирал модель и остановился я на модели huawei и иисус то есть это почему потому что иисус у меня был прошлый ноутбук и соответственно я доверял данным скажем так бренду и понимаю что у них принципе довольно хорошие ноутбуки второй ноутбук который рассмотрел это был huawei и еще также я рассматривал ноутбук hp на крайний случай потому что hp мне понравился ноутбук меньше конечно возможно просто я видел какую-то скажем так модель с дефектом но просто как-то очень сильно шумела может быть это из-за того что там какой-нибудь процессор не очень удачный очень сильно греется и поэтому постоянно работает система охлаждения но это я точно не могу сказать потому что я не сравнил скажем так с другим аналогичным ноутбуком и соответственно у меня не с чем скажем так сравнить в плане процессора и его производительности и работа его систем охлаждения в общем как я болтать ноутбук я выбрал эту модель мне показалось что цена довольно дорогая хотят сумму будет старт подороже на 30 тысяч он никак не продавался и в итоге я решил сам поискать новую рынку ноутбук и подешевле скажем так вы видите в итоге я нашел такой вариант то что магазин продают буквы типа новый но при этом сильно дешевле чем в магазине примерно на 20000 это тоже хороший вариант я начну с ним там списывался предлагаем типа свой ноутбук на обмен при этом у них там тоже было на самого явления написано написано что он могут поменять ноутбук доплатой разумеется и мы договорились и в итоге приехали и начали вот эту вот как бы сделку совершать я посмотрел снова ноутбук они посмотрели мой ноутбук разумеется у меня был в хорошем состоянии все там была чистая windows установлена все это снял пароль и все такое разумеется и в итоге еще им отдал вместе с этим ноутбуком чехол который мне просто не очень понравился и я решил вместе с ноутбуком отдать потому что мне уже был просто не нужен и по какому я критерию выбирал именно вот этот ноутбук многие блогеры рекомендовали говорили что он достаточно хороший хороший у меня системы охлаждения что очень важно также у него был металлический корпус что тоже очень важно при выборе ноутбук потому что металлический корпус позволяет лучше охлаждать устройство и в итоге я удачно он приобрел ноутбук с достаточно большой скидкой может быть если не за 50000 что может быть за 55 учитываем цену на чехол и то что возможно этот магазин потом перепродал дороже чем за 25000 ну все равно я остался скажем так этой покупкой доволен и очка посмотрим еще раз характеристике моего нового ноутбука и я провел конечно там тесты у меня там есть видео с тестами подробнее и в целом мне ноутбук понравился и я был доволен скажем так результатом почему я выбрал меня на процессоре амд возможно кого-то такой возникнет вопрос все очень просто я выяснил что разница между процессором амд и intel минимально в плане производительности но вроде бы косяков за процессорами амд и меньше чем за процессорами intel скажем так косяк в процессоре мда это связано свободу памятью то есть он более требовательные кооперативной памяти чем процессор intel но при этом процессор intel там у них проблемы с с вычислением и соответственно с точностью вычислений и так далее то есть там были у них такие проблемки и при этом у них частые проблемы с безопасностью какой-то непонятной причине я конечно в этом долго не стал копаться но наверно для обычного пользователя который там не занимается какие-то там особо секретными вещами скорее всего разницы между процессорами мд и intel будет минимально я поменял свой ноутбук вполне удачно и какие тесты сделал перед скажем так этим обмином я вас проверил самое главное что там стоит именно тот процессор который был написан в объявлении и конечно же проверил перезагрузил устройство проверил чтобы там никаких цифр они было накручены что это связано с оперативной памятью и так далее также прекрасно знал что именно данную модель там кроме ssd диска в принципе снять что-либо нельзя поменять и когда скажем так диск я тоже проверил все с ним тоже был нормально то есть количество гигабайт посмотрел совпадает не совпадает вы количество оперативной памяти ну и конечно же проверил как в этом процессор стоит и какая графика в итоге все сошлось все было нормально все работал и я в общем мы его взяли и таким образом обменяли с доплатой 25 тысяч покупать по моему все-таки в магазине даже в таком небольшом магазине как мы покупали то есть такой маленький такой был магазинчик и по отзывам этот магазин там был не самый лучший там говорили писали что могут подсунуть какой-нибудь либо восстановленный телефон либо какой-нибудь телефон уже быстро сломаться негативные отзывы поэтому магазины были очень было не очень много может быть просто те кто первый раз выбирать какую-нибудь устройство я думаю вполне могут столкнуться с какой-нибудь такой проблемой то что устройство может сломаться либо оказаться менее производительным чем ожидалось соответственно а когда покупаете было устройство по как бы уже гарантий никакой нет и соответственно можно начать ему все проверять перед покупкой и в итоге все что я хотел рассказать если вам понравился данный формат то обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал спасибо за просмотр до встречи в следующих видео